здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать надеюсь все что все живы и здоровы и может быть не в очень большой степени но все таки и благодаря продуктом компании greenway совсем недавно с кем-то мы уже встречались на форуме в москве крокус холли и они у нас разговор будет о леденцах хелсбери и к дропс слово леденцы но конечно с одной стороны немножко умаляет то что мы пытались сделать но с другой стороны системы классификации они определены поэтому мы будем в рамках этой классификации работать и хочу сказать что появление этой линейки леденцов достаточно был пройден длинный путь который объединил в результате самые последние достижения в области как науки так и технологий и с другой стороны мы подключили целые пласты глубинных знаний тех же древних медицинских технологий включая аюрведу и первую очередь хочется сказать о том что мы использовали так называемое язычное всасывание то есть мы по своей природе в ротовой полости имеем очень большое количество кровеносных сосудов которых очень быстро происходит усвоение многих продуктов вот современные исследования еще показали что с каждым разом убеждаемся что мы по своей природе настолько сложны что даже трудно представить что еще мы узнаем но вот я хочу сказать что совсем недавно были открыты так называемые толл лайк рецепторы слово толл означает башня то есть по своей форме они напоминают как бы башни которые находятся у нас в слизистой и в мире их открыто всего 13 у человека их только 10 и сами по себе эти рецепторы это просто очень интересная очень сложная система которая позволяет нашему организму идентифицировать какая какой тип патологии к нам проникает различие между рецепторами состоит в том что они используют так называемые консервативные системы классификации и в основе лежат скажем там это или одноцепочная рнк или двуцепочная или это днк или там какие-то фрагменты характерные стенок грибов или какие-то еще другие соединения вот знание вот этой классификации оно нам позволило создать так называемый квадрокомплекс tlr-актив который используется во всех шести наших рецептурах и этот комплекс является оригинальным оригинальной разработкой компании greenway из других направлений которые также используются в во всех рецептурах это одна из технологий я бы сказал так медицинских технологий которые используются в аэрведе и достаточно широко распространена до сих пор в тех странах где есть достаточно большое количество кокосового масла эта технология сосания масла суть в том что берется примерно чайная ложка кокосового масла и во рту она постепенно плавится от температуры нашего тела и потом в течение минут десяти происходит орошение полости с помощью этого масла что это дает благодаря этой технологии практически во ртовой полости вымывается все накопившиеся токсины вымывается все возможные патогены и при этом происходит заживление где-то как-то даже стимуляция регенерации и если сравнить эффективность например если мы возьмем самую лучшую зубную щетку или и лучшую зубную пасту и сравним с эффективностью как вот это вот процедуры полоскания то сосание масла то в первом случае это будет максимум десять процентов в то время как использование кокосового масла позволяет эту эффективность довести практически до ста процентов и и возникла мысль о том чтобы каким-то образом создать более универсальную систему вот этой технологии сосание кокосового масла и мы ее объединили использовав современный сахар заменитель который называется изомальтоза и который позволяет делать леденцы в которых как бы это кокосовое масло будет вкраплено и в процессе рассасывания но постепенно будет орошать ротовую поверхность и производить все самые положительные эффекты почему изомальтоза это такой же с одной стороны дисахар как и сахароза и она встречается практически и в меде и в сахарной свекле и и в сахарной тростнике но я там достаточно небольшой процент но в отличие от сахара она относится к медленно высвобождающимся углеводам которые освобождают обеспечивают организм энергией лучшего качества поэтому ее сейчас очень широко используют во всем мире история использования на самом деле не так велика ее в общем-то стали впервые использовать японцы в 1985 году и когда американцы разрешили использование для производства различных пищевых продуктов в 90 году после этого пошла пошло широкое распространение это изомальтозы этого сахарозаменителя для производства различных продуктов в россии этот продукт пока достаточно редок и вот то что мы вам сейчас предлагаем это как раз использование и леденцом на основе изомальтозы и использование квадрокомплекса в данном случае фактически первые я не знаю до сих пор кто бы кто-то еще использовал вот эту информацию то лайк рецепторах поэтому думаю что мы первыми предлагаем на рынок продукт который бы использовал вот эту активность использование вот этих технологий воздействие на то лайк рецепторы это фактически активация нашего врожденного иммунитета если взять воздействие то что рассказал о кокосовом масле то это защита привнесенная то лайк рецепторы это наш врожденный иммунитет да я хотел два слова сказать еще о составе кокосового масла когда выяснилось что из какие компоненты и составляют оказалось что минимум 50 процентов кокосового масла это лауриновая кислота и вы даже не догадываетесь о том что мы все когда-то в самом раннем действии уже в детстве уже столкнулись с ней то есть мы фактически получаем лауриновую кислоту с первыми каплями грудного молока матери потому что она выполняет защитную функцию и фактически вот то что индусы воспроизводит рассасывая кокосовое масло то же самое получаем самое раннее действие орошая в процессе ссосания грудного молока на широтовой полости и пока у нас еще не сформировала своя иммунная система мы таким образом защищаем себя от внешних инфекций и вот лауриновая кислота плюс тот же лактоферин это первые основные барьеры нашем организме которые нас защищают поэтому в первую очередь я хотел бы подчеркнуть чтобы вы воспринимали именно вот с этой стороны леденцы что это именно защитные функции со всех сторон с одной стороны принесенные благодаря кокосовому маслу с другой стороны благодаря активации нашего врожденного иммунитета изомальт достаточно хороший сахарозаменитель он дает достаточно хорошие леденцы и но без использования в их приготовлении патоки они не будут такими крепкими и скажем так красивыми глянцевыми прозрачными так далее то есть наши первые попытки делать леденцы с использованием только одного изомальта они привели к тому что они были очень хрупкими и буквально малейшее прикосновение сжимания зубами они раскалывались на несколько кусочков и вот это наше стремление как можно дольше воздействовать на ротовую полость в процессе рассасывания но как бы теряла весь смысл вот поэтому использование патоки она просто обуславливает ее применение в наших целях во первых и я бы не хотел чтобы вы относились к этому настороженно потому что мы декларируем что мы используем леденцы без сахара ну что патока на самом деле это достаточно сложное понятие и классификации там очень много вариантов и патока бывает и кукурузная и картофельная и свекловичная и она может быть как глюкозно-высокосахаренная так и может быть карамельная но низкосахаренная в которой практически очень небольшое количество сахарозы и поэтому и ее позволяют именно вот карамельную патоку используют даже для диабетиков поэтому я заранее как бы предупредил возможные ваши вопросы о том почему используется патока просто без патоки будет достаточно сложно применение наших леденцов вот теперь я хотел бы возвращаясь к изомальтозе два слова сказать еще о ее полезных свойствах кроме того что она является основным носителем то есть надо ну в данном случае да фактически изомальтоза носитель как бы способ доставки но при этом у нее есть ряд полезных свойств во первых я думаю что будет многим интересно даже я помню те кто слушал выступление доктора елены хохловой и о том как ее 16 летний сын прямо больших количествах поглощал эти леденцы она прямо пыталась нами связаться выяснить сколько много можно их леденцов использовать за раз вот могу сказать что безопасная доза утвержденная несколькими международными организациями это 50 граммов изомальтозы для взрослого человека 25 грамм для детей при этом 1 грамм изомальтозы в силу медленной отдачи энергии составляет всего 2 и 4 десятых килокалорий это говорит о том что изомальт относительно низкокалорийный продукт в силу своей медленной освобождения энергии благодаря изомальтозе она вызывает прилив сил действует длительное время обеспечивая равномерную энергоподпитку не вызывая быстрое увеличение глюкозы она имеет достаточно низкий гликемический индекс при этом она еще и относится к пребиотикам то есть к продуктам которые с одной стороны являются пищей для полезной микрофлоры которые у нас обитает в кишечнике и нарушение вот этого баланса микрофлоры но настоящее время я думаю очень многим известно она называется дисбактериоз и поэтому подпитывая благодаря изомальтозе нашу микрофлору нашу кишечника мы таким образом улучшаем и работаем но с другой стороны создана как балансное вещество создает чувство сытости и заполнение желудка и поэтому снижает и аппетит и хочу перечислить те организации международные которые одобрили на данный момент использование изомальтозы качестве пищевого продукта это объединенный комитет по пищевым добавкам всемирная организация здравоохранения и научный комитет по пищевым продуктам европейского союза вот я думаю что все это достаточно убеждает в том что эти леденцы можно использовать достаточно широко практически всем включая детей и диабетиков и поэтому теперь я хотел бы несколько слов сказать вот вот перед вами тот ассортимент леденцов которые мы вам сейчас предлагаем и на первом месте это куркумин в первую первую очередь ставка здесь делается на куркуму пряность как источник куркумина и куркума на востоке считается согревающей очищающей улучшающей вмен веществ современные исследования показали что куркумин является и хорошим иммуностимулятором и у него очень хорошие иммун высокие антиоксидантные свойства и он является природным антибиотиком поэтому не зря и и сейчас используют различных программах антиэйдж я думаю что все это это слово у всех на слуху но вот в данном случае это достаточно приятные с другой стороны леденцы в которых вкус куркумы соседствует с вкусом имбиря и сочетание еще с то о чем я говорил то лайк рецепторов и кокосовое масло дают очень интересный вкусовой букет да в двух словах еще какие продукты составляют основу активаторов то лайк рецепторов первую очередь это рнк дрожжевая днк молок лососевых гриб экстракт гриба рейши и гиалуроновая кислота я думаю что все эти продукты достаточно хорошо известны и могу сказать я достаточно много работал с грибом рейши и даже сам лично находил их в горном алтае и когда читаешь полезное свойство этого гриба который еще называют гриб вечной молодости долголетия одно из интересных свойств это формирование позитивного отношения к жизни вот я думаю что в наше непростое время это тоже достаточно и интересное свойство при этом мы всегда стараемся если мы вводим какие-то интересные продукты чтобы они были минимум двойного назначения и если говорится той же рнк или днк то даже доктор хохло она достаточно много говорила что на западе и их используют уже и в пищевых продуктах то время как в россии еще пока никто их не задействовал но вот и использование тоже днк рнк но ведет к очень хорошему омоложению у них достаточно хороший антистрессовый эффект но они естественно хорошие иммуномодуляторы и очень благотворно действует на нашу кровеносную систему а второй вариант который я хотел бы вам представить это леницы брейн актив то есть обладающие достаточно выраженной активностью с точки зрения стимулирования деятельности мозга и там с одной стороны задействованы называемые мозговые тоники из аюрведы это готу-кола бакопа маньери и гинго-белёба мы их действие еще усилили благодаря современным исследованиям что экстракт горечихи обладает тоже очень интересными ноотропными свойствами третье чем я хотел бы сказать это ноу-леденцы ноу-стресс весь мир в настоящее время ищет различные способы снятия стрессов которые мы испытываем буквально ежедневно включая и достаточно выраженное антидепрессивное действие и здесь мы использовали экстракт зверобоя работа немцев и шведов последнего десятилетия показывает что экстракт гриба экстракт зверобоя обладает выраженным антидепрессивным действием за счет того что он тоже блокирует разложение моноамино оксидазы серотонина и если этот же механизм используется в большинства современных медицинских препаратов как блокатор моноамино оксидазы там в основном используются синтетики и я думаю что многие уже сталкивались с информацией что эти синтетики обладают огромное количество побочных эффектов включая детский суицид поэтому используем в наших в леденцах ноу-стресс экстракта зверобоя плюс экстракта мелиссы который тоже обладает достаточно выраженным успокаивающим действием они достаточно хорошо действуют я думаю что вы ощутите на себе их действие леденцы скинкер или скажем мы их называем косметологические и в них мы включили в первую очередь там усиленное количество гиалуроновой кислоты коэнзим q10 и в качестве натурального красителя используется экстракт оболочек красного винограда и я думаю что все достаточно уже хорошо знать что содержащиеся в оболочках красного винограда пронтоценидин и плюс резерватрол это очень хорошие вещества с достаточно выраженным воздействием благотворным на нашу кровеносную систему я уже говорил о том что существует целая волна утверждений что те люди которые долго живут в тех районах где достаточно высокое потребление красного вина они живут за счет именно за счет вот эффектов потребления именно пронтоценидинов и резерватрола который содержится в оболочках красного винограда так вот мы здесь в наших этих леденцах используем и эти соединения и объединение с теми что я назвал киалуроновая кислота коэнзюм ки-10 они обладают достаточно выраженным действием и даже можем могу сказать что моя младшая дочь ей 23 года она сейчас очень активный потребитель этих леденцов просто никогда не думал что у нее появится такой интерес и очень нравится и вкус и благодаря ей конечно многие рецепторы рецепторы я испытывал как и не только эффективность но и кокосовый букет но вот ей они больше нравится леденцы которые хотел дальше сказать это туз кеа туз это предназначен в первую очередь для усиление действия в ротовой полости то есть там есть живица кедровое масло масло чайного дерева и морская соль и должен сказать что вот если пробовать на вкус достаточно интересно видимо за счет того что достаточно много в леденцах компонентов масляных типа кокосового масла когда берешь в рот сначала чувствуешь вот этот вкус пихты пихтовой живицы потом появляется вкус морской соли а потом уже все это объединяется с натуральной сладостью и вот этим кокосовым ароматом просто вот интересно как не одновременно со временем эти вкусы открывается друг за другом потом появляется букет и 6 которых я хотел сказать это леденцы seaweed то есть леденцы которые содержат сухой гель с помощью которого происходит извлечение всех полезных веществ из морских водорослей и очень интересно что на старте там появляется первый вкус я думаю что многие знают это название вкус нори и потом он объединяется с вкусом морской соли и потом появляется еще дополнительные вкусовые букеты вот когда описывал как проявляется вкусовой букет леденцов тускея то я хотел подчеркнуть что кроме как объединение полезных активностей которые есть леденцах еще очень много времени мы посвятили созданию индивидуальных вкусовых букетов каждого из этих леденцов и должен сказать что даже в процессе рассасывания когда вы чувствуете букет и даже когда уже заканчивается рассасывание в течение долгого времени вы будете во рту ощущать этот приятный оригинальный вкус то есть кроме полезности эти леденцы каждый из них обладает достаточно выраженным дезодорежущим свойством вот поэтому хочется пожелать что вместе с той полезностью леденцов которые я рассказал вы ощутите еще приятные вкусовые ощущения я думаю что это то к чему мы стремились поэтому хочется пожелать вам всем крепкого здоровья и чтобы вы получили максимум полезных свойств благодаря этим леденцам и учитывая наше непростое сейчас время в первую часть конечно их использовали как способ укрепления своего иммунитета и повышения защитных свойств организма и если есть у кого-то вопросы я готов с удовольствием на них ответить и пока я увижу эти вопросы у меня есть встречная просьба когда мы начинали создавать эту линейку леденцов у нас было минимум 10 рецептур но мы пришли к воду что есть какие-то мажорные достаточно отличающиеся друг от друга рецепторы вот но если те кто в первую очередь уже попробовал и представил тот ассортимент который мы уже представить вам предлагаем хотели бы или посоветовали нам какие-то новые рецепторы которые бы хотели увидеть рядом с теми что я вам предложил мы вам будем очень благодарны и в результате получится новые совместные как продукты вопрос сколько леденцов можно съедать в день и что будет если съесть больше я уже сказал что безопасная доза потребление леденцов это примерно 50 грамм если вес одного леденца составляет 3,3 грамма и разделим 50 на 3,3 грамма вы увидите что это ну наверное минимум леденцов 15-16 в день поверьте такое количество очень трудно съесть но даже если вы решите это попробовать сделать то кроме как небольшого расстройства желудка больше ничего не произойдет в качестве личного примера могу сказать что одни из первых леденцов которые были сделаны этого куркумин и они были настолько удачными очень хорошие производители и экстракт имбиря мне они так понравились и у меня было несколько поездок деловых по делам компании на Алтай у меня в подлокотнике всегда они до сих пор лежат мои самые любимые и ну больше семи в день я не съедал вот поэтому даже если вы съедите 15 это будет в рамках разрешенной безопасной дозы могут ли быть вопрос такой могут быть ли аллергические реакции на леденцы ну в таких случаях я могу сказать что всегда есть такое выражение за исключением индивидуальной непереносимости но и за все то время создания этих леденцов это практически уже прошел год с первых работ по созданию первых вариантов ни у кого ни разу не было никаких непредвиденных обстоятельств видели аллергических реакций даже больше могу сказать что вот дочь которая рассказывала которую сейчас 22 года она с детства достаточно сильно аллергик но перепробовав разные варианты разных соотношений у нее ни разу не было даже намека на то что проявились какие-то аллергические реакции поэтому конечно если у кого-то есть предчувствие что у кого-то могут возникнуть реакции конечно первый раз есть смысл попробовать но я очень надеюсь что таких будет очень очень мало с какого возраста можно давать детям я думаю что детям можно давать самого раннего возраста потому что даже вот то что я перечислял допустимая доза для детей это 25 грамм но все-таки леденцы это достаточно твердая субстанция которая со временем рассасывается может уменьшаться в размере поэтому конечно же в первую очередь нужно давать детям когда они уже осознанно это могут делать они могут подавиться всеми остатками леденца которые уже наполовину рассосались если противопоказания онкология беременность щитовидная железа диабет я вам сказал что все компоненты которые здесь используются приготовлении леденцов включая патоку даже это карамельная низкосахарная патока они рекомендованы даже для диабетиков вариант для онкологии несомненно могу сказать что да возможно использование потому что вот эти компоненты которые определяют квадрокоплинс телерактив они в принципе каждый из них обладает достаточно выраженным противоопухолевым действием ну что касается беременности щитовидной железы ну здесь видимо без предварительного тестирования человеку лучше не не потреблять потому что у тех же беременных повышенные аллергические реакции вот но в целом серьезно противопоказаний сколько я вот и изучает даже литературу научную литературу все результаты предклиник и даже клиник в общем по всем компонентам которые у нас включены там нет таких противопоказаний леденцы производятся в Новосибирске их производит компания Плантика это очень известная компания которая производит леденцы ну наверное уже лет двадцать у нее огромный опыт в этой области очень хорошие индивидуального производства как называют котлы для варки этих леденцов вот и в общем это новосибирское производство и контроль этого производства поскольку то все находится рядышком мы первую очередь я контроль качества продукции производится сейчас все мной лично это фактически каждая варка и поэтому иногда в день приходится пробовать и 6 и 8 варок но на данный момент это все под полным контролем здесь вот в Новосибирске производится спасибо большое за внимание всем вам здоровья счастья берегите себя и всего вам самого хорошего